Включаю. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я надеюсь, меня видно, меня слышно. Да, да, господа участники, дамы и господа. Да, 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 видно, слышно. С небольшим познанием мы начинаем наше сегодняшнее занятие. Мы продолжаем наш замечательный курс. Вот, и как уже... Поздравим Натана, у него сегодня семейное торжество. Так, видите, как он счастливый, да, все видят. Так, и освободим Натана от необходимости присутствовать. Вот, я надеюсь, что мы справимся. Итак, в недельной главе, которая называется ТЦВ, мы слушали ее вот вчера в субботу утром. У нас остался маленький кусочек из 30-го параграфа Перека. В нашу недельную главу входит всего-навсего где-то 10, да, ровно 10, суки, 10 фраз. И поэтому, я надеюсь, у нас останется время, и мы разберем еще одну главу из Магеллат СТР. Напоминаю, что завтра, то есть, собственно, сегодня пост-СТР, да, а вечером в понедельник во всем мире начинается праздник Пурим, кроме некоторых отдельных городов типа Иерусалима, где он начинается на сутки позже, то есть во вторник вечером. Но мы, в общем, мы иерусалимцы, мы мысленно с вами и в понедельник, и во вторник днем. Так что, пожалуйста, внимание на экран. Я рад приветствовать всех участников и всех, кто смотрит нас в записи. Напоминаю, что кроме файла вот этого, который я поставил на нашу группу в Телеграм, есть еще файл под названием «Словарь». В нем есть перевод всех слов, которые выделены у меня зеленым фоном. Вот, собственно, он относится еще к файлу по Магеллат СТР. А вот эти слова, которые я выделил желтым для себя, я не включил в Словарь, но, может быть, я скажу о них пару слов. Итак, «Перек ламед книга Шемот», недельный раздел, называется «Тецавэ». «И сделаешь жертвенник для воскурения». «Ликтор» – это воскурять ароматические вещества, то есть производить аромат путем сжигания определенных веществ, ну, как правило, растительного происхождения. «Кторэ» – это что? Это смесь для воскурения. «Ацэй шитим» – это из дерева шитим. Мы договорились, что, может быть, это акация, может быть, это кедры. Есть разное мнение. «Ацэуто, сделай его». Так, прошу вас, Анна, вы готовы прочитать нам бет и перевести? Так, меня слышно? Да, вполне. Так, бет. Так, получается, квадратным он будет. Да. Так, и два локтя, высота его, из него рога его получается. То есть из поверхности, собственно, меди надо сделать вот эти вот столбики. Выступы, да, по сути, они называются рогами. Аналогично рогам на внешнем жертвеннике медном. Да, все верно. Спасибо, спасибо, Анна. Гимель, есть Тимофей? Есть Тимофей. Тимофей, Тимофей, у нас был Тимофей. Покрой его золотом чистым, его верхушку. Буквально крышу, да. Да, его крышу. Ветки ротав и его стороны. Да. И эта стена. Да. Да, стены стороны, савив вокруг. Да. Да, вокруг. Веткарно тав и короны, и рога его. И сделай ему. Зер можно перевести как венец или рама. Современно говорится, зер – это еще и букет цветов, да? Да, сделай ему раму золотую вокруг. Да, да, да. Некий такой венец. Ну, сейчас увидим. Спасибо, Тимофей, все правильно, да. Даля, чей, пожалуйста? Так, Кашуша у нас есть. Я знаю. Уждай, тбаот, эзав, тасе, ло, метахат, лезаро, аль, штей, цолотав, тасе, аль, шней, зде, цедав. Аль, штей, цедав, аль, штей, цедав, ихе, лебадим, ласет, ото, бэама. Багэма. Багэм. По порядку. Где-то. И двое, так, два кольца или каких-то обруч золотых. Два колечка, давайте. Два колечка сделай ему, как это, под или за. Под этим венцом. Под венцом его на двух, а вот это я не знаю, что такое. Тела, это буквально ребро, но это может быть и грань. Так, на двух гранях сделай, на двух сторонах его. С двух концов его, да. Двух концов его. Да. И будут они чем? Буквально домами, вместилищами для бадим. А бадим – это шесты. Слово бад, которое мы привыкли переводить как материя, означает еще и некая толстая палка. Но здесь мы переводим это как шесты. Про шесты. Шестов, так. Да. Ла, сет. Переносить ото. Переносить его, так. Теперь бахема – это значит бахем, кем-чем. С помощью вот этих шестов. То есть шесты. Посредством. Да, 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 совершенно верно, да. Так. Да, спасибо, Шоша, все правильно. Все правильно. Так. Хей, кому даем, пожалуйста. Так, Марина у нас есть еще. Марина, прекрасно. Сделай шесты эти дерева шеттим и обложи их золотом. Да, совершенно верно. Шесты были длинные, сделаны деревянные, покрытые золотом. Да, верно. Спасибо. Теперь очевидно я снова, да? Да. Хорошо. И дай его, ну то есть поставь, установи его, кого его, этот жертвенник, перед хапорет. Извините, парохет – это занавес, завеса, которая на аронхаэдут, то есть буквально шкаф, ковчег, свидетельство. Слово эдут, а слово эд. Этим выражением аронхаэдут обозначается здесь сундук, в котором хранились скрижали завета. Да, и находился он в кодэш, а кодэш, 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 кодэшим был отделен от кодэш с завесой, которая называется парохет. Так вот, перед завесой должен быть установлен вот этот жертвенник. Лифней хапорет, перед крышкой буквально, которая на аэдут, которая на свидетельстве, которая и ваэд, вот это тот же корень, что слово эд, которая будет свидетельствовать тебе, вот туда это установи. Ну, все примерно представляют себе план, а кодэш, где что стояло. Так, прошу вас, Анна, заин. Так. Ваэктир алаф аронкторит самим, бабокер бабокер, бэхэтьево, это народ ектирына. Совершенно верно. Так. И бескурит, как бы на нем, аронкторит самим, благовонное курение, каждое утро, получается, и бэхэтьево, ну, как бы, тут они переводят, как приготовит на нем, ну, так как-то улучшит, получается, улучшит. Да, да. Улучшит, направит, направит, вот так, направит по лампады, для, ну, как, ектирына, их, и воскурит их, и направит их, и воскурит их. Кстати, где-то кусочек читается по утрам в утренней молитве. Да, тоже верно, верно, вот так он называется, в торе, да. Итак, эйтиво, эйтанэрод, это установка свечей, да, то есть подготовка светильников к изображению, да, и вот это связано с ектир, с воскурением. Так, да, совершенно верно. Спасибо, Анна, теперь, теперь Тимофей, да? Тимофей, да, Тимофей. Да, тет. Или хэт. Хэт, наверное. Хэт, хэт, да. Хэт, хэт, да. Увэ а лот, а рон, этанэрод, бэйн а ар баим, як тирэйна, кторэт, тамит, левней а шэм ледро тэйхэм. Так, и при возжигании ааронов свечей, бэйн а ар баим, так называется время, между вечерами имеется в виду, да, 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 после захода солнца, но до восхода, до выхода звезд, да? Ну, и, наоборот, утром, когда еще в сумерки, предрассветные сумерки. Ага, понятно, 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 да, 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 правильно, правильно, верно. Екатерина, кторэт, воскурит благовоние всегда перед Всевышним на все поколения ваши. На все поколения, совершенно верно. Спасибо, Тимофей, я хочу обратить внимание, что вот от этого слова, очевидно, произошло женское имя Екатерина. Так, Тет, пожалуйста. Тет, слушай. Так, как мы переводим вот это вот, ло, та, ло, та, ло, это как поднимать, ло, ло. Не поднимайте, да, буквально так, не поднимайте на него, да, то есть... На него вот эти воскурения, какие-то прочие другие... Не зажигайте на нем, получается, получается. Может быть, если не зажигаете, потому что здесь вот, а лот, народ, это имеется в виду поднимать свечи, то есть зажигать свечи, да. Так. То есть зара, это как зар, как вода зара, то есть прочего нельзя. Да, да, да. Это другие воскурения, так, и поднимайте, а вот это... Нет, это ула, это существительное, это ула, которая полностью уходит ко Всевышнему, вот это, так, она, вот это и минха. Минха – это хлебное приношение из муки. И хлебное, так, он несах. Несах, несах – это возлияние вина. Возлияние вина, ло, так, что-то еще на нем не, значит, делайте, не совершайте, что ли. Ло-ти-ску-а-ла-в, вот это вот я не посмотрел, вот это вот. Несах, 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 да, очевидно, да. Несах, ло-ти-ску, не возлияйте на него. Да. То есть всего, чего нельзя. Да, да, да. То есть на нем только смесь благовоний и больше ничего там. Именно так, да. Ничего лишнего. Да, да, ничего личного. Совершенно верно. Личного. Спасибо, Шуха. Так, Марине, Марине последний кусочек от нас остается. Векипер, Иерон, ал-кар-на-тав, ахад, башана. Мы не слышим? Правда, в Куле? Да, конечно. Нетам, хата, ха-ки, ха-ки-пури, ахад башана, я хапер, я хапер, алав, ле-доро-техен, ле-доро-техен, кодеш, хадаш, хадашим, ху, ласхен. Да. И Арон будет проводить... Ваххенбер это, пожалуй, искупление, да? Буквально искупит Арон на... Карнот? Один раз в год, кровью... Хатат – это жертва за грех, а кипурим. Кипурим имеется в виду Йон-ки-пуру, да? То есть кровь хатат, жертва хатат, которая понесилась в Йон-ки-пуру, она вносилась туда, в кодеш, кодешим, заходил туда раз. Единственный день в году, кодеш, Арон или другой верховный первосвященник заходил в кодеш-кодешим, да? Ахад башана, я хапер, алав. Да, алло, алло, Марина? Один раз в год... Ага. Да, слышно? Да, теперь слышно, да? Один раз в год будет совершать искупление на нем... В роды ваши, да? Кодеш, кодешиму, святая святых, он влашим, да? Всевышнего. Пропадала немножко связь, да? Ну, прекрасно. Вот мы этими словами завершается недельный раздел под названием ТЦВ. Да, напоминаю вам, что кроме того, что на следующей неделе мы отмечаем Тури, мы еще читаем очень важную главу Китиса, который, к числе прочего, описывается и грех Золотого Тельца. Вот, товарищи. Значит, Туру мы рассмотрели. Давайте я сейчас сделаю новую демонстрацию. И мы с вами почитаем. Так, я надеюсь, мы с вами почитаем. Правда, я не вижу где. Почему же это я не вижу, интересно знать? Мне должно быть открыт. Так, почему-то я даже не вижу возможности это сделать. Сейчас я попробую еще раз минутку, извините. Ага, вот так. Так, вот я сделал новую демонстрацию экрана, да? И мы рассмотрим, да, восьмую главу из книги Магеллац. Так. Так, да-да-да. Что-то вы куда-то пропадали. Да, пропали. Да. Сейчас есть демонстрация экрана, да? Прямо сейчас нет. Вот было написано, эстер-8. Сейчас сделаю заново. Так, делаю снова. Делаю, так, видно? Да. Прекрасно. Ну, тогда, с вашего позволения, я начну. Перекрасно. Перевожу. Тот день дал царь Ахаширош, кому эст царице, передал он ей дом Амана, враждующего с евреями, врага евреев. И Мордыхай вошел пред царем, потому что сказала эстер, кто он ей. Вот, примерно так. Так, прошу вас тогда, Анна. Да. 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 И снял царь перстень свой, который он забрал у Амана и передал его Мордыхаю. И, ну, как бы, поставил эстер Мордыхая над домом Амана. То есть, начальник, то есть, как бы, имущество, так сказать, преступника, преступника, как это бывает, забрали, как бы, конфискованным было, и, значит, соответственно, передано, как бы, царь передал его царице, а она передала своему родственнику, ну, как бы, типа, как пострадавшему. Ну, да, это очевидно. От всей этой истории, да, как военность. Было примером для власти имущества. Моральный вред, так сказать, за моральный вред. То есть, да, 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 если кому-то надо передать компенсацию, то, в первую очередь, думаю, это родственникам. Так, да, правильно, теперь Гимель, пожалуйста, спасибо вам, спасибо, Анна. Гимель. Тимофей, да. Так, и добавила Эстер. И говорила перед царем, и плакала перед ногами его. И пала перед ногами его, да, и плакала. Ага, да. И умоляла. Сына смилостивица, да. Да, да, да. Умоляла его. Отодвинуться. Да. Перейти, да. Раат Аман. Да. Зло Амана Агагитяна. Да. И мысли его, которые думал о евреях. Он про евреях. Да, совершенно верно, да. Да, да, конечно. Да, ну, в буквальном переводе именно так. Да, спасибо, спасибо. Далее. Так, слушаю. Так, што такое ешет? Про евреях протянул. И протянул царь Эстер. Эстер, да. Шарвид можно перенести как скипетр. Золотой скипетр. И встала Эстер и стояла пред лицом царя. Ну, пред царем. Да, да. Спасибо. Шуша. Теперь, гей, пожалуйста, чей? Марина. 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 Марина, мы не слышим вас. Видимо, что-то с интернетом, да? Да. Марина. Не слышно сейчас? Нет, сейчас слышно. Не слышно. Слышно. Да, да, да. Марина. Да, да, да. И сказала, если угодно... Да, сейчас не слышно, не слышно, пропадаете. Марина вообще у него, видимо, выкинула из интернета. Марина, да, что-то у вас с интернетом очевидно, что-то со связью. Я тогда переведу. И сказала, если для царя хорошо, и если нашла я симпатию пред ним, буквально... Марина, вы здесь? Нет, тогда я продолжаю заморить. Бе хошера давар лифтемельных, и буквально... Да, да, майна. Кошера – это как кошерна, и вещь эта хороша пред царем, и хороша я в глазах него. И Катев будет написано «Лехашив» – «вернуть». Это сфарим книги буквально имеется в виду письма. «Ма ха шевет Аман» – «замысла Амана», сына Амдаты, Агагиянина, который написал... Писал он, Аман, «Ле Аббет» – это иудим, чтобы истребить евреев, которые во всех областях царя. Марина? Да, спасибо. Мне интереснее. Я абсолютно уверен, что вы справились бы с этой задачей, просто интернет – ненадежная вещь. Я принял это на себя. Так, просим, просим дальше. Очевидно, после Марина я, да? Да. Потому что вот это вот «эйха» можно заменить словом «эйха», то есть «эйх». Как же, каким же образом смогу я увидеть дурное, которое найдется с народом моим? И как смогу я увидеть истребление буквально родни моей или родины моей? В современном иврите это родина, но имеется в виду и семья породившая. Да, вот так примерно. Да. Теперь Зейн, пожалуйста, Анна. Да, тут ведь дело в чем, что как бы в прошлой граве я говорила, что Амана казнили, но как бы его, все, что он, распоряжение, которое он отдал, как бы не отменили. Вот сейчас речь о том, что их надо отменить. Да, так оно и было. Как сказано, Ленин умер, а дело его живет. Ну, примерно так было и с Аманом. Да? Так. И сказал царь Ахашверош, царица Эстер и мардыхаю евреев, евдеев. Вот до Мамана отдал я Эстер, и за это-то его и повесили на дереве, и за то, что он как бы простер руку на евреев. То есть царь, как говорится, само собой разумеется, что сейчас мы все это должны отменить, потому что за это самое мы его и наказали, за то, что он замышлял плохое про родственников царицы, то есть про евреев, потому что моя жена, оказывается, моя жена тоже из них, то как-то неудобно понять. Да, чего же ее казнить-то, вроде я к ней уже привык. Да, ну, то есть, с нашей точки зрения, конечно, это логично, но, очевидно, потребовалось вмешательство Эстер, да, потому что, может быть, царь, судя по описанию царя, он как-то не очень занимался государственными делами внимательно, он как-то больше выпивал, выпивал и закусывал там как-то больше. Бывает, узнаваем. Так, спасибо, Анна, все правильно. Хэт Тимофей, да? Тимофей, да. Дам. Хэт. Вэтэм китву гигудзим катов бэйнэйхэм бэшэм амэлэх, вэхитму бэ табаат амэлэх, ки хитав, ашэр нэхтав, бэшэм амэлэх. Вэнэхм мэхтом бэ табаат амэлэх, ээн лээшэв. Так, и вы напишите на евреев, что хорошо в глазах ваших, вот имени царя бэхитму, запечатайте. Хочу и видать запечатать, да. Царским перстнем бэ табаат амэлэх, да? Да. Кихтав, что написано... То, что написано, ашэр нэхтав, которое написано под имени царя, вэнахтом бэ, да? И запечатано перстнем царя, не отменится. Невозможно. Элээшэв. Да, совершенно верно. То есть, если приказ отдан, его отменить уже нельзя. Но, может быть, подал приказ с противоположным значением. Как мы это и увидим. Да, спасибо, Тимофей. Теперь... Шуша. Шуша. Это длинная история. Так ей так повезло. Не повезло. Нет, я с удовольствием просто предупреждаю, что савланут. Так. Вы икроум. Сефара мелах бэат хааи. Бэходиш ашэши уходиш сиван. Бэшлоша в асэрін. Бо уихтав кэколь ашэр циван. Мурдыхай. Элэа и ходим в эль ах. Ах, да. Такие слова у нас есть. А-ха-ш-ш-да-пэ-ни-м. Это персидские слова, все это название. Да, даже терпевские слова они есть. Можно взгляды там. В эль ашэр. Ашэр. Умея медина, медина, медина к катва в ам к лошано, а и ходим к катавам у лошано. Да, Шуша, пожалуйста, вот отсюда я напоминаю вам, чтобы мы начали. Да, я вечером попадаю в какие-то некие истории. Так, что значит, и как это икру? Позвали, сказали. И призвали, да. Призвали писцов, царских писцов, видимо. Писц тоже слово писать, не бушных звездков, да? Чтобы писать, как бы, его, ну, вот этот приказ. Но это мы сейчас увидим, да. Чтобы писать. В то время, в третий месяц, это месяц Сиван, так, третьего и двадцатого. Двадцать третьего в нем, да, двадцать третьего в нем числа, и написали, так, что... Все, которое Сива Мордехай. Все, что повелел Мордехай. Что приказывал Мордехай. Да, кому? Евреям. И также вот этим вот персидским... Это какие-то вельможи, начальники областей. Типа губернатором, так скажем. Начальником областей. А это кто? Шарейм, министр? Это еврейское слово. Сарейм, одинот, правителем вот этих областей. Сарейм, царь, если так можно сказать. Которые. Год, Году, это мы переводим как Индия. В Ады Куш и до Эфиопии. Да, по протяженности так. И что, и в двадцать, и в ста двадцати, как бы, странах? Да, да. Царств и странах. Метина, в данном случае, от Рубинца. Итак, и в царстве, как написано? Не, не, минуточку. Значит, в ста двадцати семи областей. Теперь Медина, Медина, Кихтава. Каждую область Кихтава письменами ее. А, значит, чтобы понятно было. Так, и к народу на языке его. Видимо, каждому народу на языке его. И к евреям, собственно. Да. Как это сказать? Тоже по плане. Письменами их. Письменами на языке их. И на языке их. Спасибо, Шушу, вы справились. Коля Калот. Спасибо. Так, теперь мы передаем микрофон Юну. Марине. Да, только не все заметили. Да, тут замечают, что последующий указ был послан через 70 дней. После предыдущего. Первый указ был послан 13-го адара, а это 23-го Сивана. То есть 70 дней. И комментаторы говорят, что это по числу 70 дней, по числу дней изгнания Вавилонского. То есть 70 дней, по числу лет из Вавилонского плена, как бы 70 дней бедные евреи мучились, так сказать, неизвестностью. Что там с ними будет. Они же были не в курсе, что там в столице случилось. Они думали, что сейчас на них нападут. Да. Приказ не отменен, так что все может быть. Так, все правильно. Ю, пожалуйста. Так, Марина. Марина Ю. Марина, Марина, вы здесь? Да, вот здесь. Слышно меня? Да. Слышно? Да, да. Алло, алло, алло. Видимо, что-то не слышно. Видимо, что-то за звуком. Интернет платит. Так, чуть-чуть подождем. И если... Нет, не слышно, не слышно, Марина. Тогда я возьму, а как только... Не слышно, не слышно. О, Марина. Сейчас слышно, а потом было не слышно совсем ничего. Слышно? Блоховато слышно. Давайте Марину пока отпустим, а в конце мы дадим ей возможность перевести несколько раз, я думаю. Если мы это поймаем, будем надеяться, да? Да. Давайте я сейчас возьму тогда... Давайте мы пойдем по очереди. Как бы, да, Марина, если придет, значит, придет. Как бы, да, Марина. Это так. И запечатано. И запечатано кольцо перстня царя. И оттосланы книги, то есть письма. Баят га-рацым, то есть через скороходов. Басусим, значит, тех, кто ехал верхом на конях. Рехеш означает беговых коней царской персидской почты. Это государственная почта. О, почтовая, да. Вот это слово Ахаштера назначает государственный. А Ремех, Ремах, это скаковая лошадь. Понятно. Это все персидские слова, да. Все персидские слова. Прекрасно. То есть вот эти вот государственные мужи были сынами лошадей? Нет, это государственные, иметь в виду государственные скакуны из царских, это переводят как самых быстрых скакунов царских заводов надо было послать. Понятно. Самых лучших, самых-самых быстрых, самых лучших. Верховые гонцы вот эти вот, Рохвэй, это вот Рохвэй-совсадники Арехеш, это вот верховые гонцы, ездящие на скакунах в Эдадууссово-Ахаштар, Бог его знает, которые ездили на этих супер-супер-конях. Ну, понятно. Я всю субботу читала эту книжку, эти тексты, и мне потом сегодня ночью снилось, что я учу персидский язык. Это хорошо, что вам не снилось, что вы скачете на скаковой лошади. Ну, а почему бы? Я бы не отказалась. Было бы очень интересно попробовать. Никогда не ездила. Да, было бы любопытно, правда. Это ино. Ну, что же, персидский язык достаточно интересен. В Израиле есть евреи, которые называют себя персидскими евреями. И я видел книги, написанные персидским алфавитом. Персидский, нет, алфавит, у них арабский алфавит. Фарси, да, да, да. Я спросил, это арабский, нет, что вы, это персидский, ответили мне, да. Бухарские евреи, которые живут в Средней Азии, они говорят по-таджикски. Ну, в принципе, тоже персидский. У них тоже еврейскими буквами на персидском. Да, да, да. Только если так, да. Да, это верно. Так, теперь вы прочитали, получается, я теперь читаю, раз вы... Марина пока ведь нет. Как Марина появится, мы даже не видим ее вот среди присутствующих. Да, ее нету. Как только она появится, я прошу обратить внимание, да, и попробовать ей передать микрофон. Да, хорошо. Так, значит, поехали гонцы, о чем там было написано. Ашернатан, ашернатан ламелых, ле егудим, ашер бхоль ир ва ир, ле икагель. О том, что дает царь евреям, который в каждом городе... Собраться и как бы противостать, ну, для защиты собраться, встать и для защиты своих душ, и уничтожить, и убить, и истребить как бы всякое войско, получается. Михаэль Ам-Умадина, войско на народ и народ или страны, вражеской, то есть любого там, любой народ и любое войско из какой-то страны, которые будут проявлять враждебность. Да, и младенцев, а младенцев их, ну, иметь в виду их, младенцев и женщин, и... Их, и младенцев, да, да. Видимо, всех там истребить, кого там, кого не попало. А имущество их, значит, разграбить. Но потом сказано, что на грабеж они руку не простерли. Я, если останется мне три минуты, поделюсь своей мыслью по этому поводу, но пока вот ее оставлю. Это не более, чем вот мои какие-то домыслы. Так, спасибо, спасибо, Анна. Пока мы не видим Марина, так что передаем микрофон далее по кругу, да? Шуша, Шуша. А, Тимофей, Тимофей. Значит, день один во всех областях царя Ахашвироша, 13-го месяца, 12-го числа, 13-го числа, 12-го месяца. Который месяц это? Это месяц, да, да, верно. То есть как раз тот месяц, в который, как бы сказано было, что надо напасть на евреев, теперь, наоборот, евреи получили право защищаться и напасть на тех, кто им будет... Естественно, да, упреждающее нападение, да. Так, теперь Ют Гиммел. Ют Гиммел, наверное, Шуша, да? Шуша, да, Шуша, да. Это стало с пресидским словом? Да. Шуша, да. Шуша, да. Шуша, да. Галуй, Леколь, Амим, Увэ, Львэ, Айхуддим, Атуддим, Льем, Азэ, Лейнакэм, Мэ, Ивэйхэм. Ой, Вэйхэм, Ой, Вэйхэм, Это враги какие-то? Враги, да, совершенно верно. Но вот здесь есть креектив, и здесь тоже креектив. Написано чуть-чуть не так, как надо читать. Но в любом случае смысл вот тут ясен, да? Так. Прошу вас. Ну, кто мне поможет с первым словом? Да, кто у нас перс? Паршеген – это копия, то, что сейчас называется хетек или целум. Ага. Копия написанного? Указывает, да, указывает словарь, что это архаичное слово, но можете подойти к секретарше и попросить Паршеген. Это персидское слово, вряд ли секретарше в вашем персидском языке. Да, пожалуй. Но было бы интересно в плане культурного опыта вставлять в персидское слово. Я могу бы, да, поинтересоваться, да, поставить эксперимент. Есть такая возможность, Паршеген. Значит, копии, ну вот как бы написанного, да? Написанного, да. Лейнатен. Лейнатен. Как их разослали, что ли? Это инфинитив, неф аля, да? То есть были даны, да? Были даны, так. Которые мы переводим обычно как религия, здесь означает закон. Как закон в каждой, ну, в каждой стране, в каждой из этих стран. Так, Галуи, ну, как обнаружено, ясно. Открыто, откруто. Так, каждому, разъяснено, может быть, кто-то таки, каждому народу. В явном виде каждому народу, да? Ясно, да. Да, захочется он. Чтобы быть, как бы... Чтобы были у них евреи, отидим, то есть отид в будущем. Ну, имеется в виду, готовы к будущему. Чтобы евреи были готовы к этому дню, можно сказать. Так, это что у нас такое? Еще шесть минут. Да? Шесть минут еще. Лейна кем, чтобы мстить? Врагам своим, ну, да. Да, верно, совершенно верно. Спасибо, Шуша, замечательно. Ну, не шесть, может быть, все-таки почитаем до конца, тут осталось чуть-чуть. Я готов, ну, я думаю, что мы это читаем, да. Как раз мы успеем. Так, теперь я беру. И вот далее, да. Гарацим, рухвей, га-рехеш, а-ха-ш-траним, яц-у, ме-вогалим, уд-хуфим, бидвара-мелех, вегадат, нитна башушан, а-бир-а. Гарацим, спешащие на верховных лошадях, да, и вот эти на быстрых скакунах. Я имею в виду царские икони, ну, да, хаш-траним, означает царские ивечные. Да, выехали быстро, спеша, да, и скоро, по слову царя, и указ, то есть закон, был дан в столице Шушан, да, вот это следовало, наверное, Шуше достаться, да? Да, шуше, шуше, шуше. Совершенно верно, да. В большой золотой короне, в тархе, это одеяние, так, накидка, тут написано, накидка, бухла, аргаман из этого пурпура и какого-то тоже там висона и пурпура, и город Шушан радовался и ликовал. Совершенно верно, эту фразу. То есть, был дыхает, там, всеми почестями обласкали, одели, всеми убили, всеми полномали. Да, помоги его, помоги его, да. Спасибо, спасибо, Анна. Да, вот эта фраза и следующая фраза, их читает сначала весь народ, а потом повторяет чтец. И вот эту фразу, Тет Зайн, мы передадим, конечно же, Тимофею. Тет Зайн. Так, спасибо, Тимофею. Юд Зайн. Вот Шуша, как всегда, как всегда везет. У Медина, у Медина, у Беколь, Ир, Ваир, Маком, Ашер, Адвар, Гамелах, Ведатом, Магия, Симха, Шушан, Лейхудим, Миште. 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 Приступим ко второй части моей трудности. И так. И в каждой, ну, в каждой стране, и в каждом городе. Так. Маком, Ашер, как сказать, вместе в котором. Вместе в котором, да. Вместе в котором. В котором царский, ну, вот это речение царя, да, слово указ и его закон, как бы, приходит. Да. Что это значит? Симха, счастье. Симха, радость. А веселье. А веселье для, ну, к евреям. Да. Миште. Выпивка, то есть пир. Был пир и праздник. Так. И многие. И Ромбия, мне кажется, многие из народов страны. Страны. Да, в миде году объяврились. Это не имеется в виду полноценный Георг, но, по крайней мере, они как-то показали свою лояльность. Видимо, от страха перед, от страха своего перед евреями, ну, или от трепет. Да, потому что пал страх. Они поняли? Да, 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 перед ними, да. То есть, в общем-то, и не пришлось, видимо, и особо никого там и с кем-то воевать, потому что все уже заблаговременно показали свою лояльность. Вот это было так. Ну, я позволю себе сказать несколько слов. Во-первых, действительно, совершенно не типично для евреев расправляться вот так с врагами, пусть даже самыми страшными, которые убили бы, тем более враги уже повержены. Так что истреблять не только мужчиной, женщиной и детей, такое возможно только по приказу Всевышнего. Вспомним, когда такой приказ был дан в случае Амалека. Во-вторых, подчеркивается в дальнейшем неоднократно, что на гребеж не простерли они своей руки. И, в-третьих, я задаю такой вопрос. Понятно, что когда царь разрешает беспрепятственно, безнаказанно грабить и убивать каких-то граждан, то участвовать в этом будут не только идейные враги, которые вот этих граждан, которые попали под раздачу, ненавидят, но и все желающие просто с целью завладеть имуществом. Это же так просто. Но теперь история перевернулась, как это бывает в Пури. И евреи в почете, и Мартыхай, как мы видим, весьма обласкан властями. И оказалось, что и царица у нас еврейка. И от момента, когда в месяце 7-23 числа был дан указ об уничтожении врагов, до, собственно, дня, на который была назначена 13-я дара, оставалось что-то около 9 месяцев, не так ли? Немногим меньше. Тем не менее, нашлись, очевидно, люди, которые, несмотря на то, что теперь это вроде не пощадалось над всеми, а совсем наоборот, очевидно, они были готовы побить евреев, потому что это было им очень важно, потому что это было им обещано. И вот я задаю вопрос. Как называются люди, которые готовы быть убитыми, но чтобы доставить неприятность евреям? Я отвечаю на этот вопрос. Это свойство Амалека. Я не могу сказать, что многие нас любят. Да, скорее наоборот. Как сказал незабленный стар Ахкиса, никто нас не любит, кроме уголовного розыска, который нас тоже не любит. Так вот примерно происходит и с евреями на протяжении всей мировой истории. Но ненависть Амалека совершенно иррациональна. Они готовы погибнуть сами, лишь бы доставить евреям неприятности. Как мы видим с самого начала, вот таково их смысл их существования. То есть, очевидно, евреям не пришлось выяснять, кто из соседей Амалекитянина, кто нет. Потому что те, кто вышел 13-го числа вооруженный, несмотря на изменение настроения в государстве, вышел, чтобы бить евреев, тот, соответственно, был и уничтожен. И, очевидно, имущество это было заклято, потому что на грабежке постерли свои руки. Подтеркивают не только то, что евреи истребляли своих врагов, но что делали они абсолютно бескорыстно, не для того, чтобы обогатиться. Но кроме того, что они относились к этому имуществу как к имуществу заклятому, проклятому, которому запрещено пользоваться. Вот это вот некоторая моя такая мысль, да? Я только сегодня читала точно такой же комментарий, как вот вы сказали. Ух ты, как здорово! Кто у меня его вел? Я Натали Дочи прочла где-то. Ага, интересно. Ну, нет, если честно, то я... О том, что да, это Амалекитяне, поэтому как бы все нормально, и поэтому их истребляли. И имущество, да, и поэтому нельзя было трогать имущество, потому что их имущество, оно как бы, ну, запретно. То есть все вот эти тысячи, перечисленные ниже, перечисленные в следующей главе, это были конкретно Амалекитяне. Теперь интересный вопрос. А для чего Амалекитяне вообще существуют? Ответ очевиден. Чтобы евреи не дремали. Зачем щупать? Совершенно верно. Евреи должны знать, они понимают, что если они будут вести себя плохо, то есть кнут в руке Всевышнего. Но, соответственно, этот кнут не нужен, если евреи таки доведут себя хорошо. То есть евреи исправились, и мы видим это по тому, как они отреагировали на это, это пост и молитва, да, и приняли на себя, как сказано в тексте, то есть приняли на себя не только митцвод заповеди письменной торы, но и заповеди устной торы, которые поставили мудрецы, да, есть такое мнение, что именно благодаря, можно сказать, Аману, они приняли на себя и устную тору. Вот. За это отдельное спасибо всем. Вот. И теперь уже нет необходимости, нет нужды в Амалеке. Был ли он уничтожен окончательно? Мы не можем ответить на этот вопрос положительно. Потому что иногда, очевидно, на Всевышнем это лучше известно будущее наше, может понадобиться и наказать евреи, да. И как мы можем выполнить заповедь, а раз она дана, то она дана не просто так, а мы должны как-то ее исполнять, истреблять Амалекетян сегодня. Мы не можем их убивать. Мы просто не знаем, кто Амалекетянин. Тогда в дни Пурима это было видно. Они сами показали себя, сами подставились. Но теперь у нас есть единственный способ такой. Каков источник сил зла? Это та энергия, которая могла пойти на добро, но не пошла. Соответственно, если все наши силы мы будем тратить на добрые дела, то будет перекрыт источник существования для зла. И Амалек просто исчезнет. Вот на этом добром слове я хотел пожелать всем веселого Пурима, и с вашего позволения мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Есть такой универсальный сценарий проведения любого еврейского праздника, что в такой-то день, в такое-то время, как и все такие-то враги, решили истребить наш народ до одного человека, но Всевышний нас защитил и спас, и наоборот все обернулось очень даже хорошо. А вот теперь по этому случаю давайте выпьем и закусим. Вот так. Это нам предстоит не завтра-завтра у нас наоборот пост, а вот сам Пурим, то есть во вторник и в среду мы празднуем, веселимся и надеемся, что Всевышний будет продолжать защищать нас. Спасибо, спасибо. Всего наилучшего. Амалек еще, как говорят уже хасиды и каббалисты, Амалек, число гематрии слова Амалек равно гематрии слова Суфек, то есть сомнения. То есть в каждого... Сейчас Амалек это прежде всего сомнение, которое каждому евреи живет и мешает ему там служить Всевышнему, то есть расхолаживать его как бы. То есть он-то намерится что-то сделать правильно, ему подсказывает вот это внутреннее сомнение, что ну зачем тебе, не надо, брось ты, живи как все люди. Ну вот какой Амалек прежде всего каждому человеку, каждому еврею мешает сказать правильный ход. Да, но не про нас с вами бы сказали. Да. С вашего позволения я выключаю запись и прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, счастливо. С праздником, да. Счастливого праздника. Счастливого праздника. Да. Так, все, кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова